Доброе утро! Все, отлично. Хорошо. Тогда мы с вами начинаем наш вебинар. Итак, расскажу немножко про организационные моменты. Мы с вами сегодня поговорим про единые стандарты в сервисе и услугах на теплоходах круизной компании «Созвездие». Я вам расскажу немножко про то, как мы обращаем внимание на каждую мелочь при создании продукта. Наш вебинар продлится где-то час-час 15, как всегда. Хочу немножко рассказать о том, что мы проводим целую серию вебинаров, во время которых знакомим вас непосредственно с продуктом круизной компании «Созвездие», с самими теплоходами, рассказываем про тенденции рынка на реках России. И каждую неделю стараемся рассказать вам что-то новое для того, чтобы вам было удобно продавать круизы по России в целом и круизы на теплоходах круизной компании «Созвездие» в частности. Поэтому буду обращать внимание на то, как можно предложить ту или иную услугу для вашего клиента и какому конкретно туристу можно было бы предложить это. Итак, что касается вопросов. Давайте сделаем так, что я буду рассказывать какими-то блоками, и в конце каждого блока буду обращаться к вам с вопросом. Возможно, у вас будут какие-то комментарии или уточнения, вы захотите что-то узнать. Если вопросов не будет, я буду продолжать, и в конце вебинара мы также с вами обвиняемся вопросами. Если всех все устраивает, я тогда буду начинать. Итак, круизы по России с европейским комфортом – именно так мы назвали тему сегодняшнего вебинара. Если вы еще не видели наши предыдущие вебинары, обязательно заходите в личные кабинеты круизного центра «Инфофлот», наши агентские кабинеты. Если вы еще не являетесь партнером, обязательно зарегистрируйтесь и посмотрите наши предыдущие вебинары о компании «Созвездие». Хочется сказать несколько слов для начала о том, что же такое круизы по России в целом, потому что у нас каждый новый вебинар присоединяются новые коллеги, поэтому немножко введу вас в курсе дела. Для тех, кто с нами уже подключается постоянно, я думаю, что не будет лишним, если мы еще раз про это поговорим. Итак, что такое круизы по России? Круизы по России – это в первую очередь возможность посмотреть знакомые даже города, увидеть их с новой стороны, с борта теплохода. В том числе это возможность зайти в те города, в которые, возможно, вы никогда своих туристов просто так и не отправили бы в какие-то небольшие города России. Круизы по России – это, конечно же, отдых, который проверен временем, потому что, безусловно, все мы с вами знаем, что круизы еще с советских времен были популярными, и, конечно, это является какой-то мечтой для многих клиентов, и мы с вами должны донести, что это доступно, что сейчас это комфортно, и мы в течение сегодняшнего вебинара с вами еще раз в этом убедимся. Соответственно, что круизы, они очень выгодны как для клиента, ориентированного клиента, потому что им действительно предлагается очень хороший продукт, в том числе, и он выгоден для агента, потому что каждый раз, предлагая круиз, вы, если человек оформляет у вас путевку, можете быть уверены, что это возвратный турист, который, вернувшись из одного круиза, 100% на будущий год задумается либо для себя, либо для своих родителей, родственников отправить детей, потому что действительно возвратность в круизном рынке достигает 80-85%, поэтому действительно это доходная часть вашего бизнеса. Что касается круизов в России, мы с вами поговорили, давайте перейдем непосредственно к круизной компании «Созвездие». Генеральным партнером по продажам является круизный центр «Инфофлот», поэтому, конечно, контракты заключаются с круизным центром, при этом мы имеем право рассказывать про компанию «Созвездие» практически от первого лица, так как являемся экспертами в данном продукте. Итак, круизная компания «Созвездие» создает круизы на реках России уже более 15 лет, практически 16, 16 исполнится в июне. Флот компании составляет 6 собственных теплоходов. Собственных это означает, что полностью проходит организация всех процессов на теплоходе силами компании от судоремонта, набора экипажа, вплоть до организации питания. Это позволяет контролировать весь продукт на каждом этапе самостоятельно и вносить коррективы при необходимости. Самое главное в подходе при создании круиза для туристов – это, безусловно, внимание к мелочам. У круизной компании «Созвездие» есть четкая позиция, что мелочей в круизе и вообще в организации отдыха для своих клиентов просто быть не может, поэтому на каждую мелочь обращается внимание, про что мы сегодня с вами, собственно, и будем вести детально разговор. И, конечно же, главная миссия – это делать людей счастливыми, возвращаясь из круиза, должно остаться приятное ощущение и желание того, чтобы ваш клиент захотел вернуться снова в круизы. Немножко поговорим про сами теплоходы. Что касается флота. Флот можно, все шесть теплоходов можно разделить условно на два класса. Это большие теплоходы «Созвездие», это теплоход «Луна и Соната», «Лебединое озеро», «Дмитрий Фурманов». Теплоходы, которые могут принять у себя на борту до 300 человек. К услугам гостей большое количество общественных помещений, прогулочных палуб, открытых площадок, в том числе комфортабельные каюты, каюты разных классов. На теплоходе «Луна и Соната» единственный двухкомнатный люкс с огромным большим индивидуальным балконом. Также у данных теплоходов есть кают повышенной комфортности, полулюксы с балконами, полулюксы без балконов. К навигации 2020 на теплоходе «Луна и Соната» и «Лебединое озеро» появится 86 кают новой категории. Это категория класса комфорт. Мы ранее про это подробно рассказывали. Также я думаю, что в течение каких-то последующих вебинаров обязательно вернемся к этой теме для тех, кто пропустил эти рассказы. Что дает возможность для туристов большое количество пространства на теплоходе? Это говорит о том, что данные теплоходы отлично подойдут и для тех, кто предпочитает размеренный отдых, и для тех, кто хочет провести время активно. Большое количество общественных помещений позволяет не заскучать тем, кто привык всегда быть в движении. Большое количество прогулочных палуб и открытых площадок для просто посиделок либо нахождения на воздухе позволяет тем гостям теплохода, которые хотят насладиться тишиной и красотой, посидеть в тишине, и им не будет мешать активность, которая происходит в целом на борту. Отлично подходят данные теплоходы для путешествия с семьей. Ну и, соответственно, конечно, разнообразие в каютном фонде также позволяет предложить данные теплоходы разным категориям туристов под разные запросы. Что касается второго класса теплоходов, это теплоходы созвездия средних размеров. К этому классу относятся теплоходы Николай Некрасов, Александр Бенуа и теплоход «Северная сказка». Теплоходы действительно средних размеров, они меньше, чем предыдущий класс теплоходов. Соотношение числа экипажа к гостям составляет один к двум. Это говорит о том, что на двух туристов приходится один член экипажа, что показывает практически индивидуальный подход к каждому гостю. Также на борту могут разместиться от 130 до 150 гостей. 130 у нас с вами полная посадка теплоходов Николай Некрасов и Александр Бенуа. 150 максимальная посадка на теплоходе «Северная сказка». Такое количество человек на борту позволяет создать действительно домашнюю атмосферу. На теплоходе камерный отдых. Гостей немного. Соответственно, в конце круиза, особенно продолжительный, если он чуть больше, чем круиз выходного дня, все туристы на борту теплохода, естественно, уже становятся такой одной большой дружной семьей либо приятными знакомыми, потому что пересекаются на всех мероприятиях, людей немного, всех уже практически знаешь в лицо. И в конце круиза, конечно, завязываются теплые отношения, дружеские именно на круизную тематику и с удовольствием обмениваются телефонами и потом планируют уже отдых совместно. Действительно, такие случаи очень часто именно на небольших теплоходах, как теплоходы класса средних размеров. Здесь у нас с вами размеренный отдых, неторопливые. Конечно, мы учитываем желание тех гостей, которые предпочитают камерность, где немного людей, которые хотят сбежать от толпы в современном ритме, их бытовом ритме жизни, хотят, чтобы отдых был с максимальным комфортом. Это все про данные теплоходы. Очень релакс-обстановка, никто никуда не торопится. К навигации 2020 также на данных теплоходах проходит модернизация. На теплоходе Николай Некрасов и Александр Бенуа у нас появляются обновленные общественные помещения. Таким образом, мы даем возможность, ну, во-первых, проводим просто реновацию, во-вторых, даем возможность тем гостям, которые хотят действительно чуть активнее проводить время, но при этом, чтобы было небольшое количество людей, появляется новое общественное пространство с новым функционалом. Это лаунж-бар и мастер-салон. Здесь также появляется возможность приятного отдыха для детей, для семей с детьми, так как появляются зоны для игр в мастер-салоне, хотя в целом, конечно, теплоход больше ориентирован на туристов, которые предпочитают отдыхать в тишине. При этом, конечно, любая развлекательная программа идет по плану. Конечно, для тех, кто хочет посещать какие-то активности, они обязательно проходят на борту. Это все предусмотрено, и мы дальше с вами об этом поговорим. И мы уже, наверное, переходим с вами к основной части нашего сегодняшнего разговора. На всех теплоходах созвездия работают единые стандарты во всех сферах отдыха и в организации питания, и подход к услугам на борту, к стандартам в развлекательной, экскурсионной программе, и, конечно, в стандартах сервиса. Слово сервис, оно такое немножко обезличенное, на наш взгляд, поэтому мы говорим, что все-таки вопрос не в сервисе, а в отношении к тому, что мы делаем, какой продукт мы создаем. Именно те мелочи, про которые мы будем с вами сегодня разговаривать. Самое главное для нас – это чтобы наши гости знали, что на какой бы борт теплохода круизной компании «Созвездие» они не пришли, они точно знают, чего ожидать. Они знают о том, как их будут встречать, что у них будет в каюте, вне зависимости от того, какую категорию каюты на каком теплоходе они выбрали, потому что везде единые абсолютно стандарты. Дальше мы поговорим подробнее про каждую сферу. Они прекрасно знают, как будет организовано их питание. У них нет какого-то барьера в покупке круиза, если они выбирают тот или иной теплоход. Им не надо задумываться о том, как будет организовано питание двухразовое, трехразовое, включено ли оно в стоимость, включены ли напитки в стоимость. Им не нужно заботиться о том, есть ли на данном теплоходе в определенной категории кают телевизор или фен, или холодильник. Это совершенно неудобно, когда разные классы теплоходов, уровень, и каждый раз еще иногда бывает меняют. На рынке я просто ориентируюсь по нашим партнерам, о том, что бывает, что теплоход один год работает в премиум-сегменте, на следующий год он работает в сегменте стандарт, и постоянно меняются какие-то внутренние услуги, и каждый раз нужно помнить, в каком сегменте работает данный теплоход. В круизной компании «Созвездие» намерено, таких стандартов разделений по стандартам нет, все едино для того, чтобы, конечно, гостям было удобно. И в том числе это удобно вам, как агентам для продажи. Нужно один раз запомнить то, как организовывается питание, развлекательные программы, что есть, какой базис есть во всех каютах, и дальше вы можете этими знаниями апеллировать и применять их к любому теплоходу «Созвездие». Конечно, какие-то есть нюансы уже непосредственно у каждого теплохода по какому-то, например, направлению в развлекательной программе есть дополнение, есть какие-то, безусловно, нюансы в разделении категории кают, наполнение в стандартах и полулюксах, но в целом весь набор услуг является единым. И, конечно, как я уже вам говорила, наш девиз – это забота в мелочах. Забота в мелочах, и мы вот про что говорим. Что, возвращаясь из круиза, гости теплохода «Созвездие» практически не должны ответить на вопрос, что вам понравилось больше всего. Здесь точно они должны сказать о том, что мне понравилось все. Выделить что-то отдельно очень сложно, что и кормили хорошо, и каюта была отличная, и все было замечательно. Это говорит о том, что все мелочи, которые могут повлиять на создание впечатления, они продуманы. И, конечно, ежегодно мы стараемся, ориентируясь на свой опыт, ориентируясь на опыт мировых каких-то компаний, стараемся вводить каждый год какие-то новинки для усовершенствования сервиса и работы в целом экипажа непосредственно на борту теплоходов. Мелочи мы продумываем для того, чтобы создавалось общее впечатление о круизе. Все, конечно, должно начинаться с самой первой секунды, когда гости заходят на борт теплохода. И здесь должна картинка сложиться сразу. Мы предлагаем нашим гостям сразу доставить багаж до каюты, предлагаем подарок для ребенка. Тут же в каюте мы предлагаем бутилированную воду для того, чтобы как приветствие, как велкам, чтобы можно было передохнуть, перевести дух с дороги. Также хочется, чтобы именно круизная компания «Созвездие» всегда задавала тренд на рынке и формировала желание гостей и создавала именно их вкус на отдых в круизах по России. Именно поэтому мы продумываем такие мелочи, как отдых всей семьей, отдых с детьми. Это очень важно. Здесь мелочей точно не бывает, поэтому всем семьям, которые отдыхают с детьми, должно быть комфортно на теплоходах «Созвездие». Именно для этого продумываются и детские клубы для развлечений. Если нет возможности по территории построить большой детский клуб, мы вводим новые зоны для игр. Конечно же, в ресторанах это детское меню. В каюту мы предлагаем и кроватку, и горшки, и постельное белье, и стульчики в ресторане в том же. То есть услуги нацелены на данную целевую аудиторию. Конечно, каждый год стараемся вводить новинки и в меню, и в сервисе, как я уже говорила, и, конечно же, для самых постоянных путешественников обязательно должны быть новинки в маршрутах, либо хотя бы в экскурсионной программе. Но, слава богу, действительно, круизный рынок развивается активно, особенно про российский мы с вами говорим, и появляются новые стоянки ежегодно, или открываются новые причалы, которые ранее не позволяли подходить, после советского времени оставались запущенными, и долгое время не позволяли подходить с теплоходом к берегу. Поэтому каждый год у нас появляются какие-то новинки. Поэтому здесь это тоже активно развивающийся сегмент рынка и позволяет нам с вами каждый год предлагать туристу что-то новое. И, конечно же, самое главное в наших мелочах – мы хотим быть первыми. Круизная компания «Созвездие» была первым на рынке, которая применила именно в России, в круизах по рекам России, такие услуги, как «Ранние пташки». Это услуга совершенно бесплатная на всех теплоходах «Созвездие», когда гость еще до начала дня, до того, как объявлен подъем на теплоходе, до того, как начинают работать все службы, для них уже в баре накрывается либо на открытой палубе, в зависимости от погоды, накрывается небольшая зона чай-кофе, крепкий кофе черный, крепкий чай черный и зеленый, и возможность перекусить снеками еще до начала дня. Также первыми на теплоходах «Созвездие» была введена услуга, как «Встреча гостей приветственным напитком». Немножко расскажу про историю. Эта услуга появилась по осени в один из годов навигации, когда мы захотели сделать приятно нашим туристам и встречали каждый раз при входе на борт теплохода, неважно, это в первый день, либо в день экскурсии, встречали чаем, глинтвейном. Это осенью ввели эту услугу, и на будущий год в навигацию, как и на круизных теплоходах «Созвездие» эта услуга вошла в основное, так и появилась в целом на круизном рынке России. То есть услуга действительно зашла как к туристам, так и в целом другим круизным компаниям. Также первыми на рынке мы ввели услугу «Завтрак в каюту», про нее мы также отдельно с вами поговорим. И у нас на теплоходах есть такая фишка, как «Час тишины». И я всегда рассказываю о том, что это совершенно не для детей. Это нацелено на основную нашу аудиторию, на туристов, которые хотят отдыхать размеренно, туристы старшего возраста, которые после обеда хотят часочек немножко полежать в тишине, передохнуть в своей каюте. Кто-то хочет поспать, кто-то хочет просто передохнуть. И в это время не проводятся никакие активные развлекательные программы. Если много детей на борту, обязательно в это время организовывается какой-то час тишины и в концертном зале собирают для игр, например, настольных, либо каких-то интеллектуальных, чтобы дети были собраны в одном месте, не бегали по палубам. Поэтому, конечно, это в первую очередь именно для наших старших клиентов. Ну и начнем мы с вами уже говорить подробнее про все эти мелочи, про стандарты услуг на каждом теплоходе созвездия. И в первую очередь хочется поговорить, конечно же, про первую встречу. Это одно из самых главных, один из самых главных моментов в круизе, потому что от первой встречи зависит общее впечатление о круизе. Именно поэтому, как только гости проходят через, собственно, зону досмотра, дальше они подходят к теплоходу, мы обязательно делаем, на борту работает фотограф, обязательно делаем фотографии, потом кто хочет, может посмотреть, даже приобрести эти фотографии, посмотреть, как начинался их круиз. Как только они переступают на борт теплохода, сразу стараемся организовать для них комфортное пребывание. Играет музыка, она играет ненавязчиво, издалека, где-то какой-то джаз, либо это саксофон, либо это скрипка, либо это фоно, фортепиано, ну не фортепиано, а синтезатор, сидит музыкант, либо это может быть даже гитара, и тихонечко где-то вдалеке создает просто атмосферу того, что для людей, которые пришли на борт, уже начинается праздник, потому что играет музыка, уже становится интересно и приятно. Конечно же, как только гости заходят на борт теплохода, как я уже ранее сказала на предыдущем слайде, мы всегда их встречаем приветственным напитком. В теплое время года, когда на улице жарко, всегда это прохладительные напитки, это может быть морс, это может быть сок, это может быть водичка с лимоном, это может быть безалкогольная мохито. Если на улице промозглое, даже если это середина лета, ветрено, дождь, мы всегда встречаем наших гостей каким-то согревающим напитком, это может быть чай, какао, это может быть какая-то травяная настойка заваренная, теплая. По осени мы обязательно проводим нашу первую, как мы вначале это сделали, завели эту услугу, предлагаем нашим гостям клинтвейн, то есть создаем абсолютно такое осеннее, приятное, уютное настроение. Также, конечно, для гостей, которые путешествуют с детьми, работает всегда аниматор, который встречает деток, который вручает детям до 10 лет подарок, мы подробнее потом про это с вами поговорим, и, соответственно, уже знакомится и говорит о том, что вот, мы с тобой будем в течение всего круиза общаться, приходи к нам на развлекательные программы, располагать к себе ребенка для того, чтобы потом родители могли спокойно привезти ребенка на какую-то активность и с этим аниматором оставить, что ему дети доверяют. Также, конечно, как только после того, как гости зарегистрировались, мы предлагаем донести абсолютно бесплатно багаж до каюты, что хочется сказать про помощь с доставкой багажа. Эта услуга абсолютно бесплатная. В начале круиза и по завершению круиза мы предлагаем нашим гостям помочь им с багажом. В начале круиза мы доставляем багаж до каюты, в конце круиза, после того, как теплоход пришвартовался, все, кто оставлял заявку на помощь с багажом, экипаж помогает от каюты до непосредственно причала, выносят багаж и помогает пронести его по всем трапам и вынести, собственно, на берег. Вот эта услуга абсолютно бесплатная. Постоянные гости, которые участвуют в программе лояльности, клуб любителей круизов и достигают золотого статуса, то есть это люди, которые ходят с нами много лет, накапливают активно баллы по достижению определенного уровня, могут зарегистрироваться в отдельной очереди, точнее, они проходят план регистрации, момент регистрации совершенно без очереди. Как это происходит? Есть списки гостей, которые имеют золотой статус, которые едут на определенном круизе, с ними заранее связывается сотрудник, сначала административный сотрудник из офиса, их персональный менеджер, далее с ним связывается уже директор круиза, они заполняют все необходимые данные, вносят и уже гостям, которые имеют золотой статус, просто достаточно есть определенная тапличка, к которой они подходят, и им отдельный сотрудник уже отдает готовые документы, все документы, которые нужны им для начала круиза, то есть они уже не проходят общий процесс регистрации на борту. И, конечно же, самым приятным, такой мелочью, которая создает, может быть, впечатление, которое, по идее, можно было бы даже и не делать, на ресепшн, в зоне ресепшн всегда стоят живые цветы, это действительно так, причем, если меняется сезон, меняются и цветы, конечно, по осени, когда поспевают полевые цветы, обязательно появляются в вазах, и не только на ресепшн, но и в зонах общественных на теплоходе, где есть маленькие чайные столики, такие книжные, журнальные, где также стоят вазочки, всегда есть живые цветы, это просто приятно, действительно, такая мелочь, про которую, возможно, никто не думает, но это всегда красиво. Также, конечно, стоит всегда вазочка с конфетками, как и на всех ресепшнах мировых, и лайнеров, и гостиниц, безусловно, это просто пока вы ожидаете, почему нет, взять небольшую конфетку, чтобы скрасить свое время ожидания. Для чего мы так много говорим про первую встречу? Ведь от него действительно создается основное впечатление. Представьте, среднестатистическая семья, мама, папа, ребенок, которые пока собрали, собрали все свои чемоданы, собрали себя в кучу, добрались до речного вокзала в надежде на то, чтобы они доехали хорошо и без пробок, потому что по большим городам это иногда бывает проблематично сделать. И вот у них уже какая-то суета, они проходят, ребенок уже устал от дороги, пока доехал в такси, муж уже хочет пойти в бар и посидеть спокойно, отдохнуть. Конечно, супруга уже думает о том, как ей уже нужно разобрать чемоданы. Вот в этих мыслях гости подходят к теплоходу. И тут дальше они слышат, что играет живая музыка, они заходят на борт, ребенку вручают приятный сюрприз. Все, он уже успокаивается, ему уже становится интересно, появляется свободная минутка у родителей. Вам тут же помогают донести багаж, вам красиво, вы приходите в свою каюту, там все есть для того, чтобы отдохнуть, и уже полностью вы погружаетесь в идиллию. Я почему говорю «вы», потому что, конечно, мы очень хотим, чтобы наши агенты тоже, наверняка вы являетесь активными путешественниками, погрузились в эту атмосферу и могли потом как про себя рассказать вашему клиенту о том, что же его ждет в круизе. Возможно, мы, конечно, рады гостям на наших теплоходах, чтобы почувствовать и на себе ощутить, как организовывается весь этот процесс. И дальше, конечно, когда мы с вами попадаем в каюту, здесь продолжаются те самые мелочи и те самые стандарты, про которые я вам говорила ранее. На фото у вас стандартная каюта большого теплохода «Созвездие» любого. Это «Лунный сонат», «Лебединый озеро» либо «Дмитрий Фурманов». Итак, что же есть в любой каюте, не только той, которая на фото. Любая каюта любого теплохода «Созвездие». В каждой каюте для гостей предлагается, конечно же, есть и холодильник, и фен, и телевизор. Казалось бы, зачем я вообще про это говорю? Ну, во-первых, действительно, сейчас, в 21 веке, мы не можем представить себе свои бытовые условия того, что у нас, неважно, это гостиничный номер, это наша с вами квартира, или это каюта на теплоходе, что в ней не может быть, во-первых, удобств. Мы про это с вами даже не говорим. Все теплоходы «Созвездия», все каюты, неважно на какой палубе, какой категории, конечно же, оснащены всем необходимыми удобствами, это и санузел, и туалет, душ, все это есть. Безусловно, здесь это мы даже не обсуждаем с вами, но просто иначе быть не может в 21 веке. И, конечно же, это просто, чтобы вы понимали, это политика компании, что отдых всегда должен быть комфортный, вообще неважно, на какой палубе вы путешествуете, и на каком теплоходе, и в какой каюте. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что холодильники, фены и телевизоры, конечно, должны быть в каждой каюте, это также не обсуждается. На российском рынке до сих пор еще существуют теплоходы, где нету холодильника или нету телевизора. Российский народ, который путешествует, конечно, привязан к телевизору, это очень важная часть отдыха. Вот, поэтому это действительно... С одной стороны, мы всегда говорим, ну, не телевизор же, мы идем с вами смотреть. Но опыт показывает, конечно, что все равно, даже когда вы собираетесь на ужин, у вас работает телевизор, вы хотя бы новости, но слушаете. Поэтому здесь это даже не обсуждается. Далее. В каждой каюте, конечно же, есть такие приятные мелочи, как, конечно же, графин с двумя стаканами для того, чтобы можно было сходить, набрать горячую воду либо холодную воду в Титане. И в целом там должна быть просто посуда, которая нужна в круизе в любом случае. На столиках всегда наших гостей... Ну, в данном случае, вот на фотографии мы можем посмотреть в правом углу, вот над кроватью все это представлено. Мы встречаем гостей всегда дорожным набором. Это небольшой наборчик, запечатанный, индивидуальный, для каждого гостя, в котором есть самое необходимое, то, что мы обычно, может быть, даже забываем с вами. Это нитка, иголка, небольшой наборчик, где есть несколько цветов ниток, парочка иголок, которая может пригодиться. И действительно, в современном мире мы даже про это чаще всего и не думаем с вами. И не надо думать, мы на теплоходах созвездия уже об этом подумали. Там есть ложечка для обуви, расчесочка, ватные диски, ватные палочки. То, что может вам понадобиться здесь сейчас, если вы забыли, и в первый день круиза вам может это действительно быть необходимым, а вы забыли это взять с собой из дома, и, конечно, у вас уже нет возможности выйти на берег. Поэтому это все есть в этом дорожном наборе. Также, конечно, в каждой каюте есть песник созвездия. Это программка дня на текущий день, на следующий день, где прописано, в каких общественных помещениях что происходит, где написано, когда нужно прийти на приемы пищи, когда теплоход приходит к той или иной стоянке, в данных газетах, если так можно сказать, они двусторонние, на листочке А4, мы всегда пишем в первый день круиза, когда отправляемся, например, из Москвы и проходим по каналу имени Москвы. Самое главное развлечение для всех гостей теплоходов, неважно, какой круизной кампании, это, конечно же, шлюзы. Поэтому мы обязательно в этой программке в первый день прописываем, во сколько примерно ориентировочно будет проходить тот или иной шлюз, потому что гости всегда ориентируются, они выходят, фотографируются. Это действительно та мелочь, которая интересная. Ты думаешь, ага, когда же шлюз? Посмотрел в программке, все стало понятно. Есть блокнот и ручка для каких-то путевых заметок. Иногда действительно нужно что-то записать, и все это должно быть под рукой. В каждой каюте для каждого гостя есть индивидуальный плед для прогулок по палубам. Какая бы погода днем ни стояла, вечером на воде всегда слегка прохладно. Конечно, есть небольшой бриз ветреный, если так можно сказать, речной. Мы считаем, что, во-первых, конечно, пледы должны быть, они должны быть индивидуальны для каждого гостя, потому что прогуливаться по палубам вечером хочется, особенно после плотного ужина. Брать покрывало с кровати – это неэстетично, не гигиенично, это не тепло. Конечно, в каждой каюте есть такое шерстяное большое одеяло, помимо тех, которые заправлены, если вдруг кому-то хочется утеплиться. Но также эти одеяла, они все-таки предназначены для того, чтобы они лежали в кровати, а не для того, чтобы с ними гулять по палубам и сидеть на каких-то там стульях, на открытых пространствах. Поэтому есть индивидуальные пледы. И я всегда рассказываю эту историю о том, что пледы чаще всего в цветах кровизной компании «Созвездие». Это оранжевый, голубой, темно-синий. И всегда интересно, какой же плед достался в этот раз в твою каюту. И у меня была история, когда я шла со своими друзьями, закутавшись в плед, а был май, по-моему, было достаточно прохладно, и мы закутывались прямо в плоть, оставляя только лицо. И навстречу нам шла группа дам, которые также шли полностью закутанные. Одна говорит, ой, какие же все нарядные, кто в голубом, кто в оранжевом, кто в синим. Это какая-то такая милая. Все видят, что ты гуляешь в пледе, это очень удобно. Вот. В каждой каюте, естественно, есть щетка для одежды. Это именно не для обуви, а для одежды, для того, чтобы привести себя в порядок. Особенно актуально, конечно, это в начале навигации, когда еще погода устанавливается, то есть еще ранняя весна, и во второй половине навигации, то есть это уже с сентября, когда могут быть какие-то дожди, лужи, забрызгали брюки, либо прошлись по каким-то лужам, либо пальто, и всегда можно щеточкой привести себя, свой внешний вид в порядок. Про графин я вам уже рассказала. То есть это те мелочи, которые всегда есть в каждой каюте. В каждой каюте у нас в санузле есть обязательно гель для душа, шампуни, полотенце. Это туалетная бумага, как я вам уже говорила, мы не обсуждаем, естественно. Это то, что обязательно мы предлагаем нашим гостям. Это обязательно. То есть даже здесь не должно стоять никакого вопроса. У вас при продаже данных теплоходов вы точно должны знать, что все каюты с удобствами и с собой. Не нужно ни полотенца, ни гели, ни шампуни, ни нитка с иголкой. То есть, ну, там, конечно же, есть телевизоры, фен, холодильник, кондиционирование. Также всегда в каютах есть индивидуальное, либо централизованное. Все окошки в каютах открываются. Вот, поэтому здесь вам будет достаточно просто ориентироваться по всем теплоходам, потому что стандартные едины. Как я уже и говорила, буду задавать вопросы. Есть ли у вас какие-то комментарии? Хотели бы вы что-то узнать подробнее про стандартные каюты? Если есть, пишите свои вопросы. Если нет, вы можете подумать, мы на них можем ответить в конце. Если нет, я буду тогда переходить ко второй части рассказа про каюты. Это про услуги также... А, кстати, смотрите, я вам не дорассказала. Я прошу прощения. Кроме того, что я вам уже озвучила, также, конечно, вот здесь наглядно видно, что мы всегда встречаем наших гостей приветственной бутилированной водой в первый день для каждого гостя. Это, как вы видите на картинке, уже другая категория каюты. Каюты для размещения втроем. На каждого гостя предлагается бутылочка воды индивидуально в первый день круиза. Это обязательно, как я уже сказала, приятно прийти в каюты, привести дух, чтобы вас встречали бутылочка воды. Почему нет? Это такая мелочь, которая обязательно должна быть в каждой каюте. Также мы всегда встречаем наших гостей какими-то скидочными купонами. Здесь для гостей предлагаем купоны на кофе и пиво. Это что значит? Это с этим купончиком нужно приходить в бар. Если вы заказываете любую кружку кофе, либо любое пиво, вам ставят отметочку, и приобретая пять кружек кофе, либо пять бокалов пива, шестое, напиток идет в подарок. Также на каждого гостя рассчитаны бесплатные купоны на кислородные коктейли. В зависимости от продолжительности круиза количество купонов меняется. Если у нас с вами непродолжительный круиз, то есть там до пяти дней тут один купон, дальше мы увеличиваем эти купоны, там два купона в средней продолжительности, и в самых длинных это три купона на бесплатные кислородные коктейли. Потому что все-таки каждый теплоход-созвездие, это в первую очередь, конечно, в том числе и теплоход-пансионат, в котором можно не только отдохнуть, набраться сил, но и немножко поправить свое здоровье. Про программку дня и блокнот для путевых заметочек я вам рассказала. И мы с вами... Ну, здесь, кстати, на этой фотографии более видно, что полотенца есть для каждого гостя. И вот то, что я вам рассказывала, какие есть какие-то приятные мелочи на столе встречают гостей. А мы с вами переходим к каютам повышенной комфортности. Это каюты класса ПК, полулюкс, полулюкс с балконом, либо, конечно же, люкс. На фотографии у вас полулюкс с балконом на больших теплоходах созвездия. Итак, что к тому, что мы уже ранее перечислили, есть в данных каютах? Во-первых, конечно, как в любых каютах повышенной комфортности, для гостей предусмотрены халаты, тапочки для каждого гостя. В этом году мы обновили фонд тапочек. Понятно, что это какая-то мелочь, но все-таки то, про что я вам говорила. В этом году мы закупили тапочки двух цветов. Не просто белые, а двух разных цветов для каждого гостя. Очень удобно, потому что это та мелочь, может быть, она забавная и смешная, и вообще не стоит даже на ней останавливать свое внимание. Но все-таки у каждого гостя, например, у одного оранжевого, у второго темно-синие, своя пара тапочек. Обычно, когда они белые, если ты где-то разулся, особенно в одном месте, и потом начинаешь, во-первых, где левый, а где правый, а второй, какой твой, какой мой. Поэтому мы немножечко решили на эту тему поюморить. И вот у нас с этого года тапки разных цветов для каждого гостя. Теперь точно гости не смогут их перепутать. Конечно же, в каждой каюте повышенной комфортности есть сейф. Это уже говорит о том, что мы переходим на новый уровень, потому что, например, в гостиничном бизнесе, вы наверняка это знаете лучше меня, как агента, который продает, что в гостиницах три звезды обязательно должен быть сейф, как минимум. В наших каютах повышенной комфортности также есть сейф. Причем мы не говорим о том, что сейф нужен для того, чтобы спрятать, и никто ни в коем случае ничего у тебя не забрал. Нет, чаще всего на теплоходе, конечно, это используется больше для того, чтобы положить в одно место, у тебя есть сейф, ты кладешь в него какие-то свои вещи, которые, чтобы потом их не потерять. Паспорт, телефон, и вы положили в одно место, и пошли, собственно, развлекательную программу. Вернувшись в каюту, вам уже не нужно думать, куда же вы это положили, вы точно знаете, что это лежит в сейфе. Это такое место просто, чтобы было удобнее. Конечно же, в всех каютах повышенной комфортности есть холодильники, так же, как и в стандартных каютах, только здесь холодильники еще наполнены мини-баром. Мини-бар работает за дополнительную плату. Конечно же, в каждой каюте есть меню к мини-бару. Что у нас с вами в составе мини-бара? Это прохладительные опитки, газировка, просто вода простая. Это пиво, это какие-то снеки, чипсы, орешки, шоколадки, ну, то, что может понадобиться при желании перекусить. Мини-бар платный. Вы опустошаете мини-бар, потом его оплачиваете уже в конце круиза на ресепшн. В каждой каюте повышенной комфортности, помимо графина, про которую мы говорили в стандартных, есть еще и чайная пара. Мы дальше на следующем слайде с вами поговорим, что есть кофемашина, но при этом есть еще и, конечно же, кружки блюдца, то есть уже не просто стаканчики под воду, а кружки блюдца, и, конечно же, чай и кофе, которые, ну, индивидуально в индивидуальной упаковке. Все кровати в каютах повышенной комфортности, на теплоходах, на больших теплоходах созвездия, полулюксы, полулюксы с балконом, люксы, мы говорим о том, что кроватки можно из двух сделать одну, либо из одной сделать две. Это относится к каютам на теплоходах Лунной Соната, Лебединое озеро и Дмитрий Фурманов. Мы с вами говорим про каюты категории полулюкс. Здесь кровати можно из одной сделать две, из двух одну. При том, что когда мы с вами просим, оставляем заявку для наших клиентов, чтобы сделали из двух одну, это не просто составляются две кровати рядом, и получается вот тот самый, знаете, вот такой желоб между двумя кроватями, когда туда постоянно проваливаешься. Нет, здесь все-таки всегда кладется объединяющий сверху матрас, для того, чтобы не было вот этого разделения, что все-таки это две отдельные кровати, которые просто составили вместе, чтобы это было единое пространство. Когда гости просят, чтобы это были две отдельные кровати, этот единый матрас убирают, и уже остаются основные матрасы, которые кроватки развозят, меняются тумбочки, тумбочки ставятся в центр, и кроватки стоят уже по разным сторонам каюты. Кроме этого, конечно же, в каютах повышенной комфортности гостей встречают приветственным набором. Это бутылка шампанского и фрукты обязательно. Как вы видите на картинке, вот там стоит меню с якорьком, это как раз меню мини-бара. Также в каждой каюте есть кофемашина. В кофемашине у нас предлагаются капсулы. Можно... одна капсула идет как презент, как подарок. Можно просто попробовать. Дальше капсулы можно докупить уже в... Ну, они лежат также в мини-баре, можно просто докупить за них уже отдельная плата. В каютах люкс все капсулы бесплатные. Неважно, какое количество кофе гости захотят выпить. При этом кофемашина работает еще и как титан. То есть если не закладывается капсула, включается, и она работает именно как чайник. То есть мы завариваем с вами чай из кофемашины, то есть кипяток наливаем из кофемашины. Поэтому прошу на это обратить внимание. На вопрос, есть ли... вот кофемашина есть, а есть ли чайник? Чайник не нужен, потому что кофемашина без использования капсулы работает как нагревание, как титан и наливает кипяток. В каждой каюте, конечно же, есть телефон. Это очень удобно для того, чтобы можно было позвонить на ресепшн, можно было позвонить в бар, что-то заказать. Поэтому во всех каютах повышенной комфортности, ПК, полулюксы, полулюксы с балконом, люксы есть, конечно же, телефон. И приятным дополнением является вода, бутылка воды, литровая, которая обновляется ежедневно. То есть если мы с вами помним, что в стандартной каюте у нас водичка только на велкам для каждого гостя, в каютах повышенной комфортности вода ежедневно у нас обновляется. Что касается ванной комнаты, там, конечно, есть все банные принадлежности, которые необходимы в поездке. То есть не только гель для душа и шампунь, который есть в стандартных каютах. Здесь уже идет индивидуальный, в индивидуальной маленькой упаковочке. Гель и шампунь для каждого гостя, лосьон, есть бритвенный набор, есть щеточка для зубов, зубная паста. Ну, в общем, все мелочи, маски для сна, все это есть в каютах повышенной комфортности в ванной комнате. Если нет вопросов по наполнению стандартных кают и кают повышенной комфортности, я тогда буду потихонечку переходить дальше. Так, вопросов я вижу пока нет, поэтому мы с вами продолжаем и переходим уже от кают непосредственно к самим услугам. Я надеюсь, что вы заметили, как мы с вами перемещаемся по теплоходам. Мы начали свой рассказ про первую встречу. Хочется, чтобы у вас создалось впечатление от того, что вы побывали в круизе. То есть мы сначала рассказали, какие теплоходы бывают, дальше заходим на бортеплохода, поговорили про первую встречу, заселились в каюту, узнали все, что нас ждет в каюте, и дальше уже начинается сам круиз, и мы с вами поговорим, что же есть для гостей из бесплатных услуг. Так, одну минуту. Минуточку. Так, из бесплатных услуг. Первая услуга, про которую хочется рассказать, это завтрак в каюту. Чуть раньше я вам говорила, что именно теплоходы круизной компании «Созвездие» первые ввели на российском рынке данную услугу. Дальше, конечно, опыт был перенят и другими ведущими круизными компаниями. Это здорово, потому что действительно хочется, чтобы, посещая любые теплоходы, туристы понимали, что для них действительно делают максимальное, применяют максимальное количество услуг, чтобы создать их комфортный отдых. Но при этом я хочу выделить особенность завтрака в каюту именно на теплоходах «Созвездие». Завтрак в каюту – это абсолютно бесплатная услуга, которую может оформить каждый гость ежедневно для того, чтобы на утро завтрак принесли в каюту. Притом, хочу сразу отметить, завтрак в каюту совершенно никак не отменяет похода на завтрак в ресторан. Гости могут, те, кто просыпается пораньше, заказать себе с 7 утра до 11 дня. Это важно на самом деле. Это действительно самый продолжительный завтрак в каюту на реках России. Это мы действительно считаем таким своим преимуществом, потому что в каких-то компаниях завтрак есть до 9. Мы все-таки даем своим клиентам возможность отдохнуть и поспать. Они для тех, кто действительно, кто совы, кто любит понежиться в кровати и не хочет сломя голову просыпаться в 8 утра, чтобы собраться и идти на завтрак. Поэтому до 11 часов включительно доставляют завтраки в каюту. Как это происходит? Еще раз скажу, это услуга бесплатная. В каждой каюте, неважно, стандартная каюта, каюта на нижней палубе, каюта комфорт, полулюкс, люкс, неважно, лежат бланки для заполнения, которые необходимо накануне вечером заполнить, прописать количество гостей, предоставить время, указать время, в которое хотят, чтобы доставили завтрак. Время указывается промежутками с 7 утра до 7.30, с 7.30 до 8 и так далее, шагом в полчаса, и завершает это с 10.30 утра до 11.00. Соответственно, выбирается время, выбираются блюда. Блюда. Небольшой, на самом деле, не буду здесь рассказывать, что там есть все меню. Нет, но есть самые основные блюда, которые можно доставить в каюту, чтобы они оставались горячими, чтобы действительно это было вкусно, а не остывшая уже какая-то еда. То, что можно доставить в каюту. В меню, конечно же, это нарезки сырные, колбасные, есть толстые, есть булочки, есть хлеб просто. Конечно же, есть каши, причем каши есть и на воде, и на молоке. Это обязательно либо оладушки, блинчики, либо сырники. Также для... это различные напитки, то есть это соки, морс, это чай, либо кофе, кофе с молоком, какао. Ну, в общем, разные варианты завтраков. Дальше, наувы, это заполненный бланк, он вывешивается на дверь снаружи. Я всегда говорю гостям, что не забывайте, что все-таки бланк нужно вешать снаружи. Вот, двери. До часа ночи. Это надо сделать, потому что после часа ночи проходит экипаж, собирают эти бланки и отправляют их в ресторан. В ресторане их, соответственно, фильтруют, кому к какому времени нужно подготовить, и к конкретному времени действительно готовится завтрак. Я поясню, что всегда готовится к конкретному времени. Если мы с вами говорим про кашу, условно, завтрак на борту теплохода начинается в 9 утра, а вы заказали на 7, то повар варит кашу вам к 7 утра. Но здесь понятно, что, естественно, если вы заказали на 7, вам сварят кашу пораньше. Вопрос, наверное, больше про тех, кто заказывает на 11. Нет такого, что кашу сварили тем, кто заказал на 7 утра, а потом для завтрака, а к 11 она уже остыла, затвердела, стала клёклой и невкусной. Совершенно нет. Готовится к моменту приноса в каюту, поэтому каша всегда свежесварена, это факт. Вот, соответственно, на утро вам в тот отрезок, который вы указали, ваш официант, который с вами работает в ресторане, который закреплён за вашим столиком, приносит поднос со всем завтраком, который вы заказали. Соответственно, кофе мы стараемся всегда приносить в термочайниках, которые держат тепло, потому что вы могли, ну, потому что понятно, что кофе очень быстро остывает, и на большом теплоходе пока через весь теплоход донесли с зоны, где он был приготовлен до вашей каюты, это нужно пройти пол теплохода, и, естественно, кофе может остыть. Поэтому он приносится в чайничках, отдельно молочник, если вы заказывали молоко. Вот, поэтому доставляют вам, спрашивают, через сколько можно прийти, забрать поднос, вы обозначаете примерно время, и потом ваш же официант приходит за этим подносом и забирает его. Поэтому завтрак в каюту – это бесплатная услуга. Почему так подробно? Действительно, это фишка, и можно это в том числе рассказывать как особенность теплохода. Доставка из бара в каюту также осуществляется. В каютах повышенной комфортности есть для этого телефон. Для тех кают, где телефона нет, турист приходит непосредственно в бар, делает заказ, расплачивается в баре и уходит к себе в каюту. И бармен потом приносит доставленный заказ, заказ приносит в каюту. Сам процесс доставки – это бесплатная услуга. Конечно, за то, что вы заказали, за те напитки или ту еду, которую вы заказали в баре, необходимо будет заплатить. Но сама доставка, она совершенно бесплатна. Про доставку багажа мы с вами уже обсуждали. Эта услуга также бесплатная. В начале круизы и по завершению экипаж предлагает всем гостям, без исключения, помочь с доставкой багажа. Никаких чаевых, ничего не нужно. Это делают матросы, поэтому это их работа, это включено в их обязанности. Здесь нет вообще никаких... То есть не надо думать, что, ага, мне сейчас доставят багаж, я должен что-то презентовать. Совершенно нет. Если, конечно, дикое какое-то желание есть у человека, они могут это сделать, но в целом для чаевых есть отдельные конверты, если кто-то хочет оставить и поблагодарить команду. А так никаких вообще... Вообще не должно быть этого в головах людей, что обязательно это услуга, за которую в любом случае приходится платить. Нет. Прокат спортивного инвентаря. Имеется в виду, что мы предлагаем нашим гостям и коврики для занятия, и скакалки, и какие-то бодибары. Можно прийти, арендовать и позаниматься самостоятельно. И кроме этого, конечно же, стоят тренажеры на палубах. Все это можно пользоваться совершенно бесплатно. Также есть в каютах меню подушек. Вы можете попросить подушку либо евростандарта, либо стандартную квадратную подушку. Вы можете попросить дополнительную подушку, если вам нужна не одна, чтобы она была на кровати, а две. Это также предлагается совершенно бесплатно. Далее. Бесплатные услуги, конечно же, применимы и в ресторане. Это возможность заказать сюрприз... Почему в ресторане? Нет, просто такая вот фотография меня сбила с толку. Я прошу прощения. Что еще относится к бесплатным услугам? Всех гостей мы можем поздравить с днем рождения, с юбилеем, с какой-то годовщиной свадьбы, с днем военно-морского флота. Пожалуйста, если заранее оставляется запрос, это делается абсолютно бесплатно. Команда поздравляет во время обеда либо ужина с вашим праздником, с праздником, который будет у ваших гостей. Всегда это какой-то музыкальный номер. Весь теплоход поздравляет. И вручается небольшой памятный подарок. Для взрослых это чаще всего бутылка шампанского и открытка, собственно, ручно подписанной капитаном, как видите, на данном фото. Для детей это какой-то приятный именно подарок в виде игрушки. И также открытка. Даже если вы не хотите, чтобы вашего гостя поздравляли в ресторане. Ну, такой был запрос, что я не хочу, чтобы меня поздравляли при всех. Пожалуйста, вы можете оставить пометку для менеджера. При оформлении заявки также гостя обязательно поздравят. Но придут уже непосредственно к нему в каюту. И, собственно, также музыкальный номер и подарок ему будет гарантирован. На всех теплоходах, в барах работает бесплатная Wi-Fi, Wi-Fi-сеть. Она работает как модем. Соответственно, есть, если связь в целом мобильная, то работает Wi-Fi. Вот, естественно, есть какие-то участки, например, ближе, например, к Белому морю или в Ладоге, в Онеге. Конечно, есть какие-то участки, где в целом вообще нет никакой связи, только спутник работает. Тогда могут быть там, соответственно, перебои. А в целом, конечно, везде сигнал устойчивый и Wi-Fi есть. Подготовка каюты ко сну – это тоже такая особенность. И в целом это также круизная компания «Созвездие» являлась новатором. Понятно, что это было подсмотрено у европейских лайнеров. Что это значит? Сначала, конечно, наши гости с осторожностью относились, но вот уже три года эта услуга работает, и с каждым годом все больше и больше ею начинают пользоваться. Как это работает? Во время ужина гости, которые уходят в ресторан, приходят проводники и помогают готовить каюту ко сну. Растилают кровать, убирают пледы, выключают основное освещение, включают ночники. Если как раз вечером приносят еще программку дня на следующий день, она кладется в этом случае на стол, если проводник заходит в каюту. И, соответственно, гость, который отдыхал вечером на дискотеке, либо в баре, либо просто где-то на палубе, заходя в каюту, для него уже все приготовлено, ему нужно только прийти и лечь спать, собственно. Больше ничего не надо. Это очень удобно. Как понять, что твою каюту будут растилать кровать? Либо на небольших теплоходах, на средних теплоходах созвездия проводники приходят в первый день при знакомстве, уточняют в каютке, хотели бы воспользоваться данной услугой или нет. На больших теплоходах работает следующий закон. Если гости не хотят, чтобы кто-то заходил в их каюту, они вешают на дверь табличку «Не беспокоить». Это дает сигнал проводнику, что в эту каютку заходить не нужно и растилать ничего не нужно. Также об этом проводник сообщает и поясняет это в первый день знакомства при заселении. И чай, кофе для ранних пташек – тоже такая популярная услуга у наших туристов. Про тех, кто любит поспать и завтрак в каюту заказывать, мы уже поговорили. Теперь давайте поговорим про тех, кто рано просыпается, либо не ложится. Такое тоже бывает. Как я уже говорила, рано утром, до начала подъема накрывается в барах, либо в баре, где есть открытая палуба на открытой палубе в хорошую погоду, черный кофе, чай, черный зеленый и снеки. И каждый гость может прийти и попить просто чайку. Это совершенно бесплатно. Потом он может пойти на завтрак, а потом еще может заказать себе, если он с вечера заказал завтрак в каюту, прийти еще в каюте позавтракать. Ну, если уж прям очень хочется, например, кто-то, может быть, очень любит кофе, и поэтому может заказывать себе кофе везде. То есть может все утро ходить и наслаждаться этим крепким напитком. Так, мы с вами уже потихонечку переходим к платным услугам. Есть ли вопросы по бесплатным услугам? Так, вроде бы вопросов нет, не вижу, чтобы кто-то что-то печатал. Если есть, пожалуйста, вы не стесняйтесь, вы спрашивайте. А мы с вами переходим к платным услугам, которые также создают общее впечатление. Вообще, борт теплохода – это многофункциональное вообще пространство, где можно сделать все. Можно провести фотосессию, можно заказать банкет, справить день рождения, любой другой праздник, устроить какой-то сюрприз. Давайте поговорим об этом поподробнее. Итак, можно, во-первых, заказать именинный торт, либо в целом просто любой торт, который вы бы захотели, но единственная оговорка – об этом нужно сказать заранее. Либо, если это круиз выходного дня, ваш гость должен, ваш турист должен сказать вам об этом заранее, и вы уже оставляете пометку в заявке при оформлении ее о том, что гость хочет торт заказать, торт должен быть в таком количестве килограмм, такой-то, такой-то, такой-то торт. Все. Как только вы об этом написали, выступает информация на борт, и на борту уже кондитер или повар-пекарь оставляет заказ на нужные продукты для создания данного торта. Если круиз продолжительный, в целом это могут туристы сделать сами на борту непосредственно, обратившись на стойку ресепшн. Нужно это сделать хотя бы за сутки, ну, желательно за двое суток, потому что, опять-таки, проговорю, нужно, иногда нужно докупить какие-то ингредиенты. Поэтому торт в прошлом году, это стоило тысяча рублей за килограмм. В этом году мы еще ждем наших коллег, которые объявят стоимость данных услуг, но в целом это примерно в таком же, в такой же ценовой политике останется. Примерно тысяча рублей на один килограмм торта. Сделать могут практически любой торт по желанию клиента, поэтому здесь нет каких-то ограничений. Также ресторан может приготовить любое блюдо к празднику, и в целом может организовать и фуршет, и банкет. Если есть такой запрос, пожалуйста, это можно сделать. Маленький семейный праздник, условно, у кого-то годовщина свадьбы, и отправляется семья даже из пяти человек, и они хотят посидеть в неурочное время, не в ресторане в момент ужина или обеда, а в течение дня хотят провести такое семейное застолье. Пожалуйста, с такой просьбой можно обратиться. Это, естественно, услуга платная. Мы предоставляем как фуршетное, так и банкетное меню. Это оплачивается, и все организовывается. Закрывается, например, какой-то бар под ваше торжество, либо концертный зал, и уже для гостей полностью работает официант, накрыты столы, и, соответственно, уже дальше это формат либо фуршета, либо банкета. Также это может быть и для больших групп, и, возможно, едут какие-то корпоративные клиенты, которых не пять человек, а двадцать, и они хотят провести какое-то свое мероприятие. Также еще расскажу. У нас будет, на самом деле, отдельный вебинар по поводу организации группового отдыха и корпоративного отдыха. Чуть позже мы через несколько недель обязательно с вами про это поговорим. Я там буду подробнее об этом рассказывать. Но в целом сейчас уже вы должны понимать, что практически любой праздник, любой фуршет, банкет, какая-то корпоративная история, все это возможно на теплоходе. Также, если кто-то хочет сделать приятное своим родственникам, друзьям и девушке, жене, кому угодно, можно заказать и цветы, и праздничное оформление каюты. Совершенно нет в этом никаких ограничений. Заказ цветов происходит следующим образом. Необходимо подойти на стойку регистрации, заблагопременно обязательно все-таки, и попросить, чтобы сотрудники теплохода приобрели букет и поставили его потом в каюту. Обозначается бюджет, говорят пожелания, и дальше гости спокойно уходят на экскурсию. В этот момент сотрудники теплохода покупают цветы, приносят их на борт, ставят их в вазу и приносят в каюту. И, соответственно, вернувшись уже с экскурсии, гости заходят в свою каюту, и тут вот такой вот сюрприз, стоят цветы и приятно. Также можно заказать праздничное оформление каюты, например, для ребенка, украшается шарами. Также это делается заблаговеренно, либо через вас, как менеджеров, либо уже непосредственно на борту теплохода. Как я уже говорила в самом начале, что мы всегда сфотографируем наших гостей, для того, чтобы они потом могли на память себе приобрести фото. Кроме этого, можно заказать отдельно фотосъемку, например, у вас какое-нибудь событие, вы хотите пофотографироваться. Даже если нет событий, просто хотите красивое фото на фоне заката, на борту теплохода. Пожалуйста, это можно организовать, точно так же, как и видеосъемку. И такая вот необычная услуга, которая выделена даже в отдельный пункт, это прокат биноклей. Казалось бы, бинокли, серьезно? Но здесь я вам хочу сказать, что если вы еще не были в круизе по России, безусловно, по морским круизам там, наверное, бинокль можно взять, но он будет бесполезен, потому что куда ни посмотри, везде вода. У нас все-таки на реках России очень живописные берега, они меняются от региона к региону, и иногда даже спустя полтора часа уже пейзаж весь поменялся, и действительно путешественники с опытом, круизные путешественники, они ходят, приобретают даже сами себе бинокли собственные, они очень любят наблюдать за берегами. Это действительно так, это какая-то фишка именно круизного отдыха, поэтому бинокль в прокате есть. Вот его можно взять за отдельную плату. Также на всех теплоходах созвездия можно воспользоваться услугами прачечной, есть ценники в расценке в каюте лежат, прайсы, прошу прощения, лежат прайсы в каютах, лежат мешочки специальные для того, чтобы оставить свою одежду, которую вы хотели бы сдать в стирку, и, соответственно, вы это все оформляете, потом проводник это забирает, все это стирается, отглаживается, напаривается, отпаривается, накрахмаливается и возвращается к вам, собственно, в каюту. Также можно взять на прокат велосипеды на четырех теплоходах. Это Лунная Саната, Лебединое озеро, Дмитрий Фурманов и теплоход «Северная сказка». Отличная услуга, особенно для тех, кто достаточно часто путешествует. Если вы частенько бывали в каком-то городе и уже не хотите посещать экскурсию, которая включена в стоимость, можно взять на прокат. 300 рублей стоит час проката велосипеда. Берете и сами отправляетесь на знакомство с городом. На фотографии у нас с вами стоянка в Коприно. Это зеленая стоянка, где для гостей проводятся какие-то активности, игра в волейбол, вышибалы, какие-то активные игры на природе. А те, кто хочет самостоятельно, там прекрасный сосновый лес, прекрасный берег Волги, который практически как море выглядит. Можно взять велик и покататься. Это действительно здорово. Также предлагаем нашим гостям взять в аренду какие-то спортивные мячи, ну что-то, то, с чем можно было бы поиграть во время зеленой стоянки. Тоже можно это все организовать. Кроме этого, конечно, в дополнительных услугах мы предлагаем экскурсионное обслуживание. Хочу сказать сразу, экскурсии включены всегда в стоимость путевки. Всегда. Нет ни одного круиза, нет ни одного круиза, в котором не включены экскурсии. Они всегда есть в стоимости. При этом не только обзорная экскурсия по городу, но и какая-то альтернативная, вторая экскурсия, которую можно было бы выбрать, которая включена в стоимость. Это делается для того, чтобы те, кто путешествует впервые в том или ином городе, они, если захотят, могут отправиться на обзорку. Те, кто уже бывали в городе, но хотят воспользоваться бесплатной экскурсией, мы предлагаем всегда какую-то альтернативную, интересную, посещение каких-то интересных музеев, выставок. Всегда это включена в стоимость. Но при этом, если кто-то хочет, у нас всегда есть на выбор от одной до трех дополнительных экскурсий за определенную плату. Стоимость может варьироваться от 150 рублей до 1000, в зависимости от того, какая это экскурсия. Ну, например, очень часто есть экскурсии у нас на лосиную ферму в Костроме. Эта экскурсия пользуется огромной популярностью. Конечно, ее вводить в бесплатные мы делаем так редко, только в каких-то наших определенных тематических круизах. Но в целом, это всегда дополнительная экскурсия для тех, кто часто был в Костроме, уже и во всех монастырях побывал, в музее сыра также побывал, уже надегустировался, и хочется чего-то нового, и к Снегурочке съездил, в общем, все уже посмотрел. Мы предлагаем уже за дополнительную плату отправиться, например, к лосям. Ну, это я просто первый пример, который мне пришел в голову. Такие экскурсии есть практически в каждом городе, которые за определенную плату. Мы что-то предлагаем, что-то с дегустацией чаще всего, либо что-то можно было бы сделать своими руками, потом это себе забрать, либо посетить, например, даже какой-то, возможно, тетрализованный спектакль. Все это можно сделать за дополнительную плату. И что самое важное, дополнительные экскурсии можно приобрести не только на борту теплохода в момент круиза, но и самое важное, здесь прошу обратить ваше внимание, дополнительную экскурсию можно купить онлайн, обратившись в круизный центр InfoFloat. Причем, если вы предлагаете эту услугу вашим туристам, вы на этом зарабатываете. У вас также начисляется комиссия от проданной дополнительной экскурсии онлайн. Что это вам дает? На этом прямо сделаю остановку и расскажу вам подробно. Дополнительная экскурсия онлайн. Это гарантия того, что, во-первых, самая выгодная цена для клиента на борту дороже. Это 100% даже с какими-то скидками постоянных клиентов, кто часто покупает круизы. На борту это 100% дороже. Онлайн заранее, перед круизом, дешевле, выгодно, обязательно. Дальше. Дополнительные экскурсии всегда проводятся с оговоркой, если наберется группа. Потому что есть какие-то музеи, где экскурсоводы просто не выходят на работу, если группа меньше, например, троих человек или пяти человек. Чаще всего это 10. Но при этом у нас бывали случаи, когда гости приезжали, отправлялись в какой-то круиз и хотели каждый год попасть на одну и ту же экскурсию, на дополнительную, каждый год не набиралась группа. С момента того, когда появилась возможность приобрести экскурсию онлайн, эта проблема решилась. Поэтому группа, неважно, соберется она или нет, если хотя бы одно место онлайн приобретено, экскурсия состоится. Если больше группы не набирается, все расходы берет на себя круиз на компании «Созвездие». Поэтому мы гарантируем, что экскурсия, которая приобретена онлайн, она обязательно будет выгодна по цене для клиента и обязательно состоится. А для вас это, конечно, определяю еще один способ заработать. Поэтому я прям призываю обязательно при бронировании круизов открывайте окно с предоставляемыми экскурсиями и рассказывайте про доп. экскурсии, что их можно купить заранее. Это выгодная цена, и для вас это дополнительный заработок. Ведь мы с вами в первую очередь здесь все собираемся для того, чтобы, конечно, организовывать наш бизнес и зарабатывать. И чтобы гости к нам, клиенты к вам возвращались как можно чаще. И хочется сделать акцент на отдыхе всей семьей. Это также отдельная целевая аудитория, на которую, как я вам уже говорила, мы обязательно равняемся. В течение всего вебинара я вам уже рассказывала про те услуги, которые предоставляются для детей. Это те мелочи, из которых состоится также впечатление именно этой аудитории. Подарок каждому ребенку до 10 лет. Вот вы можете видеть на фотографии. Там есть бродилка-ходилка с кубиками, есть раскраска с фломастерами, есть пазл, есть какие-то вопросы типа викторины. Поэтому как минимум на 15 минут, как максимум неоднократно и по часу, если играете в игру, например, бродилку, ваш ребенок будет занят, ему будет чем заняться. В ресторане представлен детское меню и стульчик. Детское меню. Если у ребенка место оплачено, то есть полностью, ну, не полностью, а ребенок путешествует за стоимость проживания, соответственно, в этом случае детское меню включено в стоимость. Сейчас поясню. Бывают случаи, когда путешествует семья мама, папа и ребенок до 5 лет. В этом случае ребенок до 5 лет путешествует совершенно бесплатно. И спит он с мамой без предоставления места. Вот. В этом случае в его путевку не входит питание. То есть, ну, как бы ребенок путешествует бесплатно без предоставления места и питания. В этом случае для ребенка, который до 5 лет, предлагается детское меню, ну, за дополнительную плату. То есть вы приходите в ресторан и по детскому меню за доплату оформляете. Цены абсолютно лояльные. Там и 80 рублей, и 120 рублей. Ну, что-то такое. И причем, действительно, это детское меню без дополнительных соли, сахара. В общем, без каких-либо добавок. Если ребенок старше 5 лет и путешествует на основном месте, то есть мама и ребенок в двухместной каюте. Все, за ребенка мы заплатили. Конечно, есть скидка на ребенка до 14 лет. Но при этом место у него оплачено. Все. Приходя в ресторан, вы можете абсолютно спокойно любое блюдо из основного меню поменять на детское. Как это работает? Условно, у вас ребенок 7 лет, 8 лет, и в меню на сегодня у нас с вами суп, предположим, харчо, рыбный и борщ. Ну, сейчас фантазирую. Ваш ребенок не ест ни то, ни другое, ни третье, и хочет просто бульон, не знаю, с макаронами, там, куриный бульон. Вы открываете детское меню, там, конечно же, такой супчик есть, и вы говорите официанту заранее, накануне о том, что вы хотели бы, так как у ребенка место оплачено, заменить первое блюдо из основного меню на первое блюдо из детского. Это делается абсолютно бесплатно. На самом деле это можно сделать вообще для любого. Даже каждый, любой взрослый человек, у которого место оплачено, вы можете заменить любое блюдо из основного меню. То есть суп на суп, горячий на горячий, десерт на десерт, вы можете заменить на меню из детского выбора, на блюдо из детского меню. Кроватка и комплект детского белья. Также мы предлагаем нашим гостям в каюты, где можно поставить кроватку, мы туда обязательно кроватку эту устанавливаем абсолютно бесплатно. Кроватка идет уже сразу с комплектом детского белья, детская подушечка, детская одеялка, расцветка детская, соответственно, и горшок вдобавок обязательно тоже предлагаем. Как я уже говорила ранее, на всех теплоходах созвездия работают детские аниматоры, которые непосредственно занимаются тем, что развлекают детей, проводят для них активные игры, квесты, викторины, концерты организовывают для них. В общем, полностью их занимают. На теплоходах «Лунные сонаты» и «Лебединое озеро» и «Дмитрий Фурманов» работают детский клуб с няней-аниматором, который работает в течение всего дня. Это бесплатно, можно привезти ребенка, оставить с няней и пойти заниматься своими делами. На теплоходах Николая Некрасова и Александра Бенуа с этого года появляется зона для игр. Дальше, конечно, развлекательная программа построена таким образом, чтобы было интересно и для детей младшего возраста, и для подростков. Это разные развлекательные мероприятия, они чаще всего в течение дня разводятся в разные уголки теплохода, и есть определенно, где было бы интересно только тем школьникам, например, или младшего возраста детям, а есть мероприятия, где было бы интересно подросткам. Поэтому на этот момент тоже хотела бы обратить ваше внимание, что здесь мы продумываем полностью. Новинки и услуги на Бортухе. Здесь я хочу вам повториться и буду вам продолжать об этом говорить из вебинара в вебинар. Действительно, это важно, потому что присоединяется новая аудитория. Итак, если продолжать разговор про детей, на всех теплоходах «Созвездия» с этого года работает акция «Дети бесплатно» на дополнительном месте. Прошу здесь вашего внимания, расскажу подробнее, как это работает. Акция работает совершенно, безусловно, на всех теплоходах «Созвездия», в тех каютах, где есть возможность разместиться на дополнительном месте. Это могут быть каюты на нижней палубе, где размещение идет 2 плюс 2. Это могут быть каюты на средней палубе, где есть размещение 2 плюс 1. Это могут быть каюты ПК повышенной комфортности, где есть возможность поставить дополнительное место. Это могут быть каюты полулюкс, полулюкс с балконом и люкс, где есть также возможность размещения одного или двух людей на дополнительном месте. Любые каюты, в которых можно разместиться на доп.месте, участвуют в акции «Дети бесплатно». Если путешествует двое взрослых плюс ребенок, ребенок на доп.месте в определенной каюте путешествует бесплатно. За двоих взрослых платим ребенок идет бесплатно. Соответственно, у него все входит, питание, развлекательная программа, все это организовано. Это очень удобно, особенно это выгодно получается, если, например, семья из четверых человек, то есть мама-папа, либо бабушка-дедушка, либо просто двое взрослых, неважно, там две мамочки поехали, двое детей. Если раньше в таком случае приходилось приобретать две стандартные каюты и платить за две стандартные каюты, то сейчас, например, можно разместиться в полулюксе, либо в люксе, где есть возможность размещения на дополнительном месте. И в этом случае платится только стоимость за двоих взрослых, дети путешествуют бесплатно, при этом вы проживаете, вы и ваши гости проживают в каютах повышенной комфортности в полулюксе с балконом. То есть по факту это получается по цене выгоднее, чем просто взять две стандартные каюты и доплачивать за ребенка. Вот. Поэтому это уникальная акция, которую прошу вас обратить на нее внимание. Что касается услуг, работа детских клубов и няни на больших теплоходах со звездия «Лунный сонат Лебеди на озере» Дмитрий Фурманов становится возможной во время стоянки. Ранее клуб работал с утра до вечера в момент, пока теплоход идет. На стоянках детский клуб, именно няня, там не присутствовал. То есть вы могли прийти самостоятельно поиграть с ребенком на стоянке, а няня там уже не работала. Теперь с этого года во время пешеходных экскурсий будут работать клубы, няня будет находиться в клубе, и за дополнительную плату 350 рублей в час можно будет попросить няню посидеть с вашим ребенком в момент, пока вы прогуливаетесь на пешеходной экскурсии. Это очень удобно, если вам нужно даже не на экскурсию, а отправиться в магазин. Так, я вижу комментарии, что меня не слышно. Коллеги, меня слышно? У нас на самом деле осталось буквально три минуточки, и мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, что по записи в любом случае звук идет. Да, все хорошо со связью, Ксения. Возможно, что-то с приемом непосредственно у вас. Да, вот отлично, плюсики пошли. Если что, вы сможете потом в записи посмотреть тот кусочек, который вы не расслышали. Обязательно посмотрите, рассказываю много интересного. Итак, няня работает у нас с вами во время стоянок. Появляется пакет напитков в барах. Это новая услуга. Подробнее будем вам рассказывать в разделе, когда будем рассказывать про питание. Расскажем про эту услугу. В целом, идея какая, что гости в барах могут приобрести либо заранее, либо непосредственно борту целый пакет напитков. Он будет, например, детский, алкогольный, безалкогольный. Это будет более выгодно. Подробности обязательно расскажу в следующих вебинарах, когда будем рассказывать с вами про организацию питания на борту. И, конечно же, приятные мелочи в каютах комфорт. Про них я сегодня немножко вам говорила. Это и тарчики, и какие-то дополнительные наборчики в каюте, дополнительные чашки. В общем, какие-то приятные мелочи, которые могут помочь организовать еще более комфортный отдых. Ну и самое главное, мы подходим с вами уже к завершению нашего вебинара. Безусловно, основная задача – это продать круизы. И продавать круизы в созвездии легко, потому что мы с вами видим, что стандарты сервиса едины на всех теплоходах. Самое главное – выучить, как организовывается питание. Один раз не нужно думать, на каком теплоходе что именно. Понять, что есть стандартного в каждой каюте, что есть дополнительно в каютах полулюкс на любом теплоходе созвездия. Это вообще нет никаких изменений. Как проходят развлекательные программы, экскурсионные. Главное – просто выучить это один раз, и дальше вы уже можете апеллировать и применять это к любому теплоходу созвездия. Генеральным партнером по продажам является круизный центр InfoFloat. Вы всегда можете обратиться к менеджерам InfoFloat для консультации и приобретения, оформления путевых для ваших клиентов. Еще раз скажу, что 80-85% возвратность в круизном рынке. По созвездию при необходимости обращайтесь к нашим менеджерам. Мы всегда готовы предоставить обучающие материалы, какие-то основы, описание теплоходов, описание кают, фотографии, презентации, если нужно. Как мы с вами видим, мы проводим всегда вебинары о продукте созвездия. Мы устраиваем оффлайн-встречи вместе с круизным центром InfoFloat. Организовываем оффлайн-встречи и в городах России, и в центральных, там, где мы представлены как офис ежегодно, иногда два раза в год. И, конечно, здесь и мгновенное подтверждение заявок у InfoFloat при оформлении. Также хочу сказать, что комиссия, одна из самых высоких на рынке, от 10% для ваших услуг. Вы можете зарабатывать не только на покупке круизов, но и на покупке онлайн-оформления экскурсионной программы, дополнительных экскурсий. Поэтому я вас очень прошу уделить этому аспекту особое внимание при дальнейшей работе. Поэтому стараемся всегда рассказать вам, для какой аудитории целевой, какой круиз, либо какой теплоход может подойти подробнее, более наилучшим образом, чтобы вы точно знали, кому какой продукт продавать. Поэтому, коллеги, если есть какие-то пожелания у вас по тому, что вам нужно, какая информация вам еще необходима, вы можете пока еще здесь написать в чате, еще пару минут я буду доступна, либо, пожалуйста, вы можете обратиться в круизный центр InfoFloat, в агентский отдел, также с каким-либо запросом. Напомню, что все вебинары у нас идут в записи, они потом все будут выложены в личном кабинете агента круизного центра InfoFloat. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы как агентство, пожалуйста, зайдите на сайт круизного центра InfoFloat, зарегистрируйтесь, и уже у вас будут доступны и баннеры, и фотографии, и информация про акции, и, конечно же, все вебинары, чтобы можно было самим послушать и своим сотрудникам предложить это. У меня на этом все. Предлагаем вам путешествовать по России, предлагаем вам предлагать путешествия по России на теплоходах Созвездия. Уверены, ваши гости останутся довольны. У меня на этом все. Спасибо вам большое. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, с удовольствием на них отвечу. Давайте я посмотрю, что у нас тут было. Было. Так. Надежда. Спасибо большое. Надежда сказала, что уже несколько лет работает с нами. И ей приятно нас и слушать, и организовать наш отдых. Спасибо вам большое. Действительно, мы надеемся, что не только ваши клиенты, но и вы как агенты заражаетесь этой внутренней магией круизов, и вам становится с каждым новым вебинаром все проще и проще продавать круизы, потому что действительно это большой бизнес, на котором можно построить хорошую прибыль. Акция «Дети бесплатно». Да, хороший вопрос, Алина. Спасибо вам большое за вопрос. Действительно, не сказала. Акция «Дети бесплатно» распространяется на детей до 14 лет включительно. 14,99, как мы в шутку это называем. 14 лет включительно. Акция «Дети бесплатно». При путешествии с двумя взрослыми ребенок на док-месте путешествует бесплатно в каютах, где есть возможность поставить док-место. Так, был вопрос про рекламные туры. Смотрите, отвечу вам на вопрос. В ближайшие несколько недель, вот в начале марта, мои коллеги из агентского отдела вам предложат список рекламных туров. Обязательно следите за новостями. Обращайтесь в наш агентский отдел. По поводу просмотра, осмотра теплоходов. Конечно, мы проводим дни открытых дверей. Обязательно с первого дня навигации. Начинаем мы в Москве. 30-го числа приходят теплоходы «Лунная соната» и «Лебединое озеро». Первый круиз завершается, мы приглашаем агентов. Далее в течение всей навигации мы обязательно приглашаем агентства. И в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и в Казани, в Ростове-на-Дону, в Ярославле. И те города, где мы проходим, и мы обеспечены нашими сотрудниками круизного центра «Инфофлот», обязательно проводим осмотры. Обязательно будет об этом информация в личном кабинете. Обязательно в разделе мероприятий там это будет представлено. Будет это на сайте, на сайте «Созвездия», на сайте круизного центра «Инфофлот». Будет обязательно для вас рассылка. И, кстати говоря, здесь потом я как-нибудь обязательно перед началом навигации и хотела бы в рамках одного из вебинаров активно с вами пообсуждать вопрос «Дни открытых дверей», в каком формате вам было бы это удобнее проводить. Если два ребенка, Надежда вот задала вопрос. Конечно, смотрите, все каюты, есть размещение дополнительные места, либо три, либо четыре человека. В стандарте идет два гостя. Соответственно, если два ребенка, то оба ребенка в каюте, где можно разместиться двум людям на дополнительном месте, например, каюта на нижней палубе, которая идет 2 плюс 2. В ней взрослые приобретают два нижних места основных по полной стоимости. На двух верхних местах дети путешествуют бесплатно. Один и второй ребенок, пожалуйста. То есть если есть возможность каюты разместить двух детей, и два основных места оплаченные как взрослые полностью, двое детей участвуют в акции. Безусловно, оба путешествуют бесплатно. Так, коллеги, если есть еще вопросы, прошу вас задавайте. Хочу сразу вам провести анонс на будущей неделе 6 числа, 6 марта. В преддверии 8 марта мы с вами вновь встречаемся. Если вы еще не зарегистрировались, обязательно зайдите на Profit Travel, найдите нас 6 числа. Я вам расскажу про географию круизов, теплоходов, созвездия. Какой теплоход работает в каком регионе, для каких туристов тот или иной маршрут можно предлагать. Обязательно вам расскажем про особенности организации, экскурсионные программы, какие новинки в экскурсиях есть в этом году. В общем, полностью про маршруты, интересные точки на маршруты, новые стоянки, а они есть. Интересные экскурсионные программы и новинки в экскурсионной программе. Целевые аудитории для того или иного региона или того или иного теплохода. Все это расскажу вам 6 марта. В 11.00, как всегда, пожалуйста, зайдите на главную страничку Profit Travel в разделе вебинара, пролистайте до 6 марта и зарегистрируйтесь, если вы этого еще не сделали. Коллеги, спасибо большое. Вижу, что больше вопросов нет. Напомню, что запись вебинара сохранится. Profit Travel вам обязательно пришлет напоминание, и потом он будет выложен, конечно же, в личном кабинете агента. Спасибо вам огромное. Всем хороших выходных, продуктивной пятницы и хороших продаж. Надеюсь, мы вместе с вами сможем активно заработать на круизах, в том числе и на круизах по России. Все, спасибо вам большое. Всего доброго. Я пока не отключаюсь, несколько минут. Если вдруг у кого-то родятся еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Коллеги, вопросов, если больше нет, я тогда с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok